Здравствуйте, дорогие мои садоводы и огородники, подписчики моего канала Дача Без Проблем. С вами я, Бабин Иван Васильевич, Орловский садовод. Дорогие друзья, если у вас на участке еще не растет лещина, фундук и грецкие орехи, то я советую непременно подумать над этим, выделить место и обязательно посадить эти растения у себя на участке. Они неприхотливы, довольно быстро начинают плодоносить и каждый год будут радовать вас вкусными и полезными орешками. И вообще, вот я считаю, что орехи, какой бы они большой урожай вам не дали, лишний они никогда не будут, потому что зима большая и вы, ваши дети и внуки, будете всю зиму лакомиться этими вкусными, полезными орехами. Но чтобы они были вот такими крупными, хорошо выполненными, их нужно обязательно регулярно поливать, подкармливать. И очень важно своевременно и правильно формировать и обрезать, то есть регулярно омолаживать кусты. И вот именно сегодня я вам покажу, как правильно омолаживать уже полносящие кусты фундука. Формируется личина, фундук, как правило в кусту, и в кусту желательно оставлять 8-10 побегов. Больше не нужно, иначе будет загущено, он будет тянуться кверху, а урожай не будет увеличиваться от этого, а наоборот будет уменьшаться. И потом, когда на 34-й год он начинает полносить, и он может полносить ежегодно. И орехи эти могут расти на участке 100-150 лет. Но рекомендуется раз в 25-30 лет проводить полное омолаживание. Существует два основных способа омолаживания фундука личины. У садоводолюбителей, как правило, на участках кусты, которые сформированы в течение нескольких лет, и все побеги имеют разный возраст. Поэтому их омолаживать будем постепенно. То есть удалять побеги, которые, например, старше 10 лет, чтобы в кусту было 8-10 побегов, и все они желательно должны быть разного возраста. Такое омолаживание делается регулярно и постепенно. То есть куст у вас и полносить будет, и он будет ежегодно обновляться, понемножку омолаживаться. И существует второй способ омолаживания, кардинальный. Как правило, применяется на промышленных плантациях или на участках, у кого посажено много кустов. Там полностью вырезаются побеги до основания, практически все в кусту. Через год на них начинают отрастать побеги. Из них выбирают самые лучшие, оставляют 8-10 побегов, формируют. И через 3-4 года они по новой начинают полносить. И следующее омолаживание будет через 25-30 лет. Причем в этом случае нужно омолаживать в один год не все кусты, а половину или, например, через ряд. Чтобы у вас и урожай был ежегодно, ну и достаточно быстро вы всю плантацию таким образом омолодите. Я вам сейчас покажу первый способ омолаживания. Потому что садоводов-любителей он более популярный и больше подходит к их кустам. Начинаем омолаживание кустов, как правило, с санитарной обрезки. Вырезаем все сухие, поломанные, больные побеги. Очень важно правильно отобрать побеги, которые мы будем оставлять. Так как в кусту мы будем оставлять 8-10 побегов, желательно, чтобы они были все разного возраста. Там от 1 года до 10 лет. Возраст побегов можно определить по толщине побега, по цвету коры. У более молодых она более светлая кора. Ну и, естественно, на более молодых побегах меньше разветвлений. Вот однолетняя веточка, которая выросла в этом году, неразветвленная. Вот двухлетний побег. На нем есть уже боковые разветвления. Вот трехлетняя веточка. На ней он уже закладывается плодовые почки. Она будет полносить. Вот ее оставляем. Вот веточка. Примерно четырехлетняя. Ее тоже оставим на ней. Тоже и разветвление есть, и он плодовые почки заложились. Вот у нас четыре ветки. Вот молодая ветка. А пятилетняя, вот ее оставим тоже. Если в кусту, например, два-три побега одного возраста, то выбираем такой побег, который более удачно расположен, чтобы не было загущенности внутри куста, чтобы они не терлись и как бы были посвободнее, не мешали друг другу расти. При таком омолаживании все побеги, например, старше десяти лет, мы выпиливаем полностью, оставляя там небольшие пенечки. Срезы обязательно замазываем садовым варом, чтобы они побыстрее зарастали, и в них не попадали грибы-трутовики. Ну и по высоте. Очень важно ограничивать рост кустов, чтобы они были примерно метра три, три с половиной. Если побеги уже длиннее этого размера, то их нужно укорачивать, переводя на боковые ответвления, то есть как бы снижаем высоту этих побегов, для того, чтобы в дальнейшем за ними легче было ухаживать, опрыскивать и собирать урожай. Ну вот вы видели, каким куст лещины был до омолаживания, до обрезки, и каким он стал после более компактный, аккуратный, и никаких лишних веток в нем нет. Вот постарайтесь, у кого такие кусты растут, именно так их омолодить. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал Дача Без Проблем, задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу.